Привет, друг, с собой Ваголюк. В этом видео я расскажу тебе о том, как правильно и быстро экспортировать текстуры из Substance Painter в любую удобную для тебя программу. Покажу на примере Blender и Marmoset, но если ты ими не пользуешься, тогда не переживай, ведь я расскажу о том, как правильно настраивать лист текстур, которые нужно экспортировать, и ты сам поймешь и сам создашь для себя удобный лист этих текстур. Перемещаемся в программу. Теперь переходим во вкладку Export Textures. Смотри, слева будет отображаться список материалов, которые у тебя назначены для твоего меша. Они будут называться так, как ты их назовешь в том же Blender или в другой программе, в которой ты моделируешь. Я в данном случае не называл никак текстуру, и она у меня по умолчанию называется Default Material. Теперь директория, в которой будет экспортироваться текстура. Тип файла PNG. Я рекомендую использовать JPEG, потому что вес текстур значительно меньше, а качество никак не теряется. Дальше 8 бит. Всегда используют 8 бит, поэтому это стандарты. Size. Мы здесь указываем размер текстуры. В основном это 1024, 2048 и 4096. В падинах ничего не трогаю. Эту галочку не включаю. Самое интересное это Output Template. Но перед тем, как разбирать, как настраивать Output Template, проясню несколько моментов по поводу рендеринга, экспорта текстур. Теперь заходим на наш материал и можем настроить для нашего материала список карт, которые будут экспортироваться из нашего Output Template. Смотри, если ты назначишь 5 карт, у тебя здесь будет список карт, тут будет 5 карт. Если ты назначишь 4 карты, тут будет 4 карты. В Template, который я назначал в данном проекте, используются 3 карты. И тут можно снять галочку или поставить для того, чтобы дать программе понять, какую карту ты хочешь экспортировать. Может быть, в листе программе у тебя 5 карт, но тебе нужно заэкспортировать 2, потому что тебе так нужно. Возможно, у тебя будет такая необходимость. Дальше. Насчет этого рассказал все. Ничего тут не трогаем. Переходим к самому интересному. Это Output Templates. По умолчанию Substance Painter нам предлагает много пресетов, но, к сожалению, я не нашел для себя пресета, который подходит мне, и поэтому мне пришлось создать свой. Нажимаем плюсик. Я не буду его никак называть, потому что все равно удалю. И у нас пусто. Ничего не понятно. Сейчас давай разбираться. Давай начнем с первого. Мы можем создать Gray, RGB, 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 RGB плюс альфа, RGB плюс альфа. Перед тем, как рассказать, какой из вариантов используется, я расскажу про Input Maps. Так как в данном видео я рассказываю, как экспортировать текстуры в PBR в пространстве, а не в Spectre Glossiness, то некоторые текстуры, например, Glossiness, Emissive, я не буду разбирать. В основном используют Ambient Occlusion, Base Color, Metallic, Roughness и дальше Converted Maps. Отсюда мы используем в основном Normal, либо DirectX, либо OpenGL. Итак, теперь переходим к созданию. Для начала нам нужно определиться, какие карты мы будем использовать. В PBR в пространстве это Base Color, Metallic, Roughness, Normal Map и, если нужно, Ambient Occlusion. Пять карт, которые мы будем использовать. Давай создадим пять карт. Итак, первая карта у нас пойдет Base Color. Как мы ее добавим? Для начала должны создать пространство, в которой будет лежать эта карта. Base Color содержит в себе множество цветов, поэтому будем создавать RGB. RGB – это функция позволяет в карте хранить множество разных цветов. Создали RGB. Здесь мы можем назвать карту. Это то, как будет называться файл картинки, который экспортироваться будет. Тут мы можем выбрать формат. Я использую JPEG, потому что, уже сказал, он меньше всех весит. И 8 бит, также ничего не трогаем. Мы создали RGB пространство. Теперь нам нужно положить в это пространство текстуру. Какая текстура будет экспортироваться? Мы решили, что будет экспортироваться сначала Base Color. Наводим мышку на Base Color. Зажимаем и перетягиваем в RGB. И выбираем здесь RGB Channels. Если мы выберем какой-то другой канал, например, R, канал красного, у нас будет экспортироваться из этой карты Base Color только красный цвет. Вот видишь модель. Будет экспортироваться только красный цвет, который лежит на этой модели. Если мы выберем RGB, будет экспортироваться то, как мы видим в Substance Painter. Поэтому с этим вопросов не должно быть. С Base Color мы разобрались. Теперь давай перейдем к созданию следующей карты, а потом уже к неймингу. Дальше давай заэкспортируем Metallic. Metallic у нас не имеет никакого цветового пространства, кроме серого. Белый, черный и градации серого. Поэтому создаем Gray. Канал Gray. Переходим. Находим здесь Metallic. И перетаскиваем ее в канал Gray. Выбираем Gray Channel. И все. Карта Metallica у нас добавилась. Добавилась. Выбираем сюда JPEG. С Metallic закончили. То же самое делаем с Roughness. Roughness и Metallic имеют одинаковое пространство. Перетаскиваем сюда. Выбираем Gray Channel. Выбираем формат, который нам нужен. Теперь нам осталось заэкспортировать Normal карту. И я также покажу, как заэкспортировать Ambient Occlusion. Давай заэкспортируем Normal карту. Для этого нам нужно создать RGB пространство. Потому что в Normal карте не серое и не белое. Там розовое, фиолетовое, зеленое и так далее. Создаем RGB. Переходим в Converted Maps. И отсюда перетаскиваем Normal карту. Я работаю с OpenGL. Поэтому перетаскиваю вот сюда. OpenGL. И выбираю RGB Channels. С Normal картой разобрались. Теперь, как экспортировать Ambient Occlusion. То же самое, как с Metallica Roughness. Берем Gray. Перетаскиваем Ambient Occlusion в Gray Channel. Выбираем разрешение. Формат JPEG. Итак, мы настроили лист текстур, который будет у нас экспортироваться. Теперь о том, как их назвать. Смотри. Substance Painter нам предлагает возможность быстрого нейминга. в кнопке доллара. Нажимаем на нее. И здесь нам высвечивается список, который может поместиться в названии. Этот самый доллар, это означает, что название проекта, меша, texture set или Udima будет соответствовать тому названию, которое используется у нашей модели. Например, у нас называется Default Material. Если я выберу texture set, у меня текстура будет называться в данном случае RGB Default Material через нижнее подчеркивание. Так как мне не нужно это самое RGB, я сделаю Default Material. И нам нужно дать понять, чтобы легко ориентироваться, как понять, какая текстура. Назвать ее Base Color. Потому что это у нас Base Color. Делаем нижнее подчеркивание и пишем сюда либо Base Color, либо просто B. Base Color. Также мы можем назвать все наши оставшиеся текстуры. Сейчас я это все быстренько сделаю. Итак, текстуры названы. Теперь их можно смело экспортировать. В принципе, на этом я бы мог уже закончить. Но есть один лайфхак. Как минимизировать объем памяти, который будет выделяться для экспорта наших картинок. И при этом сохранить качество. Смотри, здесь мы видим 5 карт. Это слишком много. Давай упростим. Для этого я перейду в уже созданный пресет Marmoset. Который, кстати, подходит именно для Marmoset. Но его можно также использовать в любой другой программе, где можно настраивать текстуры в окне нода. Смотри. Здесь у меня есть Base Color, Normal и ARM. Что такое ARM? Это Ambient Occlusion, Roughness и Metallic. Я поместил 3 карты в одну. Давай создадим в нашем Export Preset эту карту, которая будет совмещать в себя 3. Для этого я удалю Roughness, Metallic и Ambient Occlusion. Для того, чтобы поместить 3 карты в одну и иметь возможность отделять каждую по каналу, мы должны создать отдельно R, G, B текстуру. Создаем R, G, B. Когда мы будем добавлять ее, например, в тот же Marmoset, у нас будет возможность выбрать канал красный, зеленый или синий. В красный канал поместим Ambient Occlusion. Можно помещать в абсолютно любой канал. Выбираем Great Channel. Сюда у нас поместился Ambient Occlusion. Несмотря на то, что здесь дальше в зеленом канале будет храниться, например, карта Roughness. Находим здесь Roughness, перетаскиваем в зеленый канал. И в канале синего цвета будет находиться Metallic. Мы переместили все 3 карты в одну. Давай же назовем это так, чтобы мы поняли, где находится какая карта. Для этого я выбираю Textor Set, потому что мне так удобно. Ты можешь выбрать абсолютно какой хочешь. Project – это как называется проект Substance Painter. У меня Gun называется, будет написано Gun. Дальше Mesh – это Mesh, который мы сюда заимпортировали в Substance Painter. Textor Set – это название материала. И Udim – это на развертке, смотря сколько у тебя Udimов. Если у тебя 2 Udimа, у тебя будет назван каждый Udim, чтобы ты мог понять. Дальше. Называем. У нас что было? Это Ambient Occlusion – A. Дальше Roughness и Metallic – ARM. Убираем. Вот так вот мы создали текстуру, которая включает в себя 3. О том, как этой текстурой пользоваться, как ее импортировать, я расскажу прямо сейчас. Итак, переместимся в Blender. Сначала покажу, как в нем импортировать текстуры, потом для Marmoset. С Blender посложнее, потому что у него нет возможности, как в Marmoset, выбирать именно канал, который ты хочешь активировать. Смотри. Я выбираю основную ноду Principled BSDF. Нажимаю Ctrl-Shift-T. У меня открывается окно, которое позволяет мне выбрать все карты, которые я буду использовать. Я выбираю все карты, нажимаю Export, и у меня экспортируются только две. Это Base Color и Normal. Почему не экспортируется карта, которая содержит в себе 3 мапы? Потому что Blender не может понять, что это такое. Итак, давай-ка для этого создадим вручную ноду Amish Texture. Теперь подключим ее к маппингу, и сюда добавим текстуру, которая содержит 3 текстуры вместе. Перед тем, как ее подключить, нам необходимо изолировать цветовой канал, а потом уже его подключить в нужную нам ноду. Давай для начала разберемся с Ravness. Ravness это у нас канал второй, Green, и нам нужно его изолировать. Для этого я создам ноду, которая будет называться RGB Curves, кривые. Подключу к ней нашу текстуру, и здесь опущу канал красный и синий, при этом у меня останется только зеленый канал. А зеленый канал это именно Ravness, то что нам нужно. Теперь, зеленый Ravness не бывает. Он либо серый, градации серого, либо черный, либо белый. Поэтому нам необходимо эту текстуру сделать в черном-белом формате. Для этого необходимо создать ноду Hue Saturation, подключить ее к нашим кривым, и сделать Saturation в ноль. Теперь подключаем ее к Ravness. Смотрим, Ravness наш стал работать. Вот так он выглядит. Вот Ravness. Это с Hue Saturation. Это зеленый канал. И это вся текстура, которая была изначально здесь. Вот. Ravness подключили точно так же. Мы это все дублируем. Будем подключать Metallic. Metallic. О том, как подключить Metallic, нам необходимо, наоборот, зеленый и красный убрать в ноль, а синий поднять вверх. Вот и все. И подключаем теперь это все дело в Metallic. Подключили. Теперь давай расскажу о том, как подключить Ambient Occlusion, потому что к нему добавляется еще одна нода. Для этого я дублирую три наших ноды, подключаю их к маппингу, и будем изолировать красный канал, в котором лежит у нас Ambient Occlusion. Для этого я убираю зеленый и синий, оставляю красный. И к Hue Saturation мы подключим ноду MixRGB. Кстати, все эти ноды лежат в папке Color. Вот MixRGB, RGB Curves и Hue Saturation. MixRGB. И будем миксовать BaseColor с Ambient Occlusion. Для этого подключаем Ambient Occlusion вниз, BaseColor вверх, фактор в единичку, и вместо Mix выбираем Multiply. Сейчас я буду уменьшать фактор, и ты будешь видеть то, как Ambient Occlusion у меня пропадает. Вот. Ambient Occlusion присутствует. Теперь мы его подключаем в канал BaseColor. Мы в одну ноду добавили две текстуры и подключили ее сюда. Вот и все. Текстурки у нас подключены в Blender. Можно пользоваться. Можно также настраивать, если что-то не так. Например, Roughness можно немножко подтереть, да? И так далее. Переходим теперь в Marmoset. Расскажу, как в Marmoset импортировать текстуры Substance Painter. А, ну и перед этим хочу сказать, что если ты захочешь экспортировать текстуры по отдельности, не совмещать, три в одну, то тогда в паре с этими нодами не нужно. Просто нажимаешь Ctrl-Shift-T, выбираешь все пять текстур, или четыре, сколько у тебя выберется. В основном, Mable Inclusion никак не выбирается. В общем, выбираешь все текстуры, нажимаешь ОК, и они у тебя уже автоматом подключаются, ничего делать не нужно. Переходим в Marmoset. Итак, мы переместились в Marmoset Toolbug, загрузили сюда нашу модель и давай добавим на нее текстуры. Для этого выбираем материал, который уже наложен на нашу модель, выбираем материал и давай выберем Normal карту. Из Normal карты выбираем Normal. Normal добавился. Уже видим здесь работу нашей нормалки, но этого недостаточно. Теперь добавим Albedo, или же Base Color. Добавляем Base Color. Осталось нам добавить три карты, это Ambient Occlusion, Roughness и Metallic. Для этого переходим в Micro Surface, Roughness. Нажимаем карту Roughness и выбираем нашу карту, которая содержит три. Для того, чтобы назначить в Marmoset то, что это именно Roughness, который лежит у нас в зеленом канале, мы нажимаем Channel, выбираем зеленый канал, у нас выбирается Roughness. Теперь Metallic. Переходим немножко ниже, видим Reflectively, Metalness. Сюда в Metalness мы загружаем ту же карту. Metalness у нас в канале синий. Выбираем синий канал. Отлично. Загрузили Metalness. Теперь нам нужно загрузить Ambient Occlusion. Переходим во вкладку Occlusion, она у нас отключена. Нажимаем треугольчик вниз, выбираем Occlusion и загружаем сюда карту. Occlusion у нас в канале R, поэтому мы ничего не меняем, как было, так и есть. Давай посмотрим, как у нас Occlusion работает. Вот я отключаю, включаю, отключаю, включаю. Как видишь, он у нас работает. Вот так вот мы добавили сюда, импортировали в Marmoset текстурки. На этом видео можно заканчивать. Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарии, нажимай на колокольчик, ставь лайк, всем удачи, слава Украине!